Русские новости И общая блокада, я бы сказал, российской власти и российского государства Ну это даже трудно сказать, российское государство, российской федерации, РФ и со стороны других международных сообществ Падение престижа России резкое, глубокое, вроде с которым Путин якобы боролся когда-нибудь, никогда он не боролся Все это потребовало издания вот этого указа, все это издано в 30 ноября 2016 года Такой многостраничный документ, в общем-то составлен людьми крайне невежественными и позорными во всех отношениях Я прочел весь этот текст, цитировать его, обсуждать тут особенно нечего Этот текст саморазоблачительный Первую главу тут вообще общие положения можно не читать, просто чепуха, сено-солома какая-то, бессмыслица А вот глава современный мир и внешняя политика Российской Федерации это нечто любопытное Здесь смешано вредное с неверным, ничего верного и ничего полезного здесь нет Это саморазоблачение, саморазоблачение путинской власти Вот здесь пишут Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике Отчетливо проявляется многообразие культур и цивилизаций в мире, множественность моделей развития государства Ну это просто неверно, просто неверно Запад как доминировал и продолжает доминировать Поскольку кладовые России просто отданы ему на откуп, то поэтому он и доминирует Да, он там загнивает медленно, как капитализм у нас все время загнивал, но как-то социализм загнил быстрее А пунинизм загибается еще быстрее, чем социализм Поэтому все это неверно, какие-то многообразие культур отчетливо проявляют Где они проявляются отчетливо? Это в ИГИЛ, что ли? В войнах, что ли, проявляются? Где проявляется многообразие культур и цивилизаций в мире, множественность моделей развития государства? Где это проявляется? Доказать этот тезис абсолютно невозможно Это просто не лепится Просто человеческая природа так устроена, что государственные модели не являются множественными Они укладываются в очень скупую схему, где разнообразия просто в принципе быть не может Поэтому пишут либо просто в порядке заполнения бумаги, либо просто люди невежественные Дальше при оценке ситуации пишут Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнем благосостояния государств С усилением борьбы за ресурсы, доступ к рынкам сбыта, контроль над транспортными артериями Конкуренция не только охватывает человеческий научно-технический потенциал, но и все больше приобретает цивилизационный характер Послушайте, конкуренция приобретает цивилизационный характер Форму соперничества ценностных ориентиров Скажите, какие ценностные ориентиры есть в Российской Федерации? Я утверждаю, никаких вообще Кроме ценностей, которые понимаются в виде денежных знаков, у этой власти нет никаких других ценностей Поэтому, ну да, пишут благоглупости Вот так Салтыков-Щедрин в свое время использовал этот термин Конкуренция носит цивилизационный характер, форму соперничества, ценностных ориентиров Откуда это они взяли, хоть бы какие-нибудь ссылочки бы привели, где, какие ценностные ориентиры соперничают Если конкуренция политическая, то, да, действительно, конкуренция, может быть, за какие-то ключевые геополитические узлы Есть она? Ну, скажите, где, скажите прямо, о чем вы вообще думаете и что вы под этим подразумевали Нет, это просто, я думаю, для увеличения листажа этого документа, не более того Это выводит в разряд приоритетных задач предотвращение межцивилизационных разломов Между какими цивилизациями, интересно знать Формирование партнерства между культурами, религиями и цивилизациями Призвано обеспечить гармоничное развитие человечества То есть задача-то такая, гармоничное развитие человечества поставлено кем? Кем? Кто в своей собственной стране не может абсолютно ничего сделать гармоничного Все приводит к хаосу Получается, это такой политический экуминизм Всех со всеми подружить, якобы подружить При этом предотвратить цивилизационные разломы То есть есть разломы, но давайте мы наладим гармоничное развитие Подождите, как либо разломы, либо гармоничное развитие То есть есть разломы, а мы будем на этих разломах что-то гармоничное строить Вы свою цивилизацию-то знаете, в каких рамках она находится, где она и что она из себя представляет Я думаю, что вы, господа в МИДе, которые готовили вот эту чепуху, эту ахинею Не знаете вообще ничего Потому что год от года, из поколения в поколение Наши так называемые дипломатические службы наполняются сугубыми невеждами и лжецами Вот этот документ, это сплошная ложь и невежество Одно с другим сочетается Что тут еще? Наращивание и модернизация силового потенциала Создание и развертывание новых видов вооружений Подрывают стратегическую стабильность, создавая угрозы глобальной безопасности Втягивая в региональные конфликты и эскалации кризисов Ну как будто Российская Федерация сама не является источником этих кризисов На Донбассе, в Крыму, в Сирии Так вы идете на эти конфликты сознательно Или вы других будете обвинять в конфликтах, а сами белые пушистые То есть ничего правдивого вообще не пишут Ничего, ничего Так, что тут еще? Не имеют перспектив попытки обеспечения стабильности и безопасности на отдельной территории Упс, это значит на территории Российской Федерации, видимо, вообще невозможна стабильность То есть и задача такой не ставится Невозможно стабильность, так нечего ее и преследовать Будем бороться за гармоничное развитие всего человечества Своего собственного государства, своей собственной нации Нет, нет, а зачем это только тратится на это На вас, на народ, на нацию, на государственные институты, на стабильную их работу Нечего и тратиться, потому что на отдельной территории это невозможно Здорово они придумали, хорошо устроились Востребована сетевая дипломатия, предполагающая гибкие формы участия В многосторонних структурах в целях эффективного поиска решений общих задач Ничего этого нет Никакой сетевой дипломатии, никакой Никаких гибких форм участия, ничего нет и никогда не было Была сдача национальных интересов, больше ничего Вот поэтому и гибкие формы участия Гибкие формы сдачи национальных интересов Другими делами Министерство иностранных дел и путинская администрация у нас не занимаются Поэтому и концепция такая, и практика политическая такая Что тут еще неотъемлемая составляющая современной международной политики Использование возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов, технологий Бла-бла-бла, этого нет у Российской Федерации и никогда не было Полный провал на Украине, всех возможностей гражданского общества Можно было поднять, поддержать русское движение, прорусские силы Ничего не было сделано, на все им наплевать И сейчас они на это тратиться не собираются, просто придумывают эту Филькину грамоту А под ней вот вредное мы еще обсудим Вот это все бесполезное или всякие глупости, которые пишут Продвижение коллективных подходов к управлению международной экономикой Ее регулирование, украпление транспарентности в глобальном торгово-экономическом процессе Реалиям эпохи глобализации мировой торговой и валютно-финансовой системы Все проболтались Они являются частью вот этой эпохи глобализации мировой торговой и валютно-финансовой систем Они в нее вписаны, и им совершенно наплевать, какая будет перспектива у нашей страны, у нашего народа Что-то тут в сферу энергетики они вторгаются совершенно нелепо, ничего в ней не понимая Наметившаяся смена технологического уклада Какая смена, какой уклад, чем характеризуется этот уклад Ничего не написано Некая такая смена технологического уклада О чем идет речь? Ну, наверное, для того, чтобы нам пудрить мозги, что все в перспективу, еще очередной уклад То есть что-то такое совершенно фундаментальное И опять какой-то такой дикий символизм О том, что все будет потом хорошо, еще лучше, чем сейчас И сейчас-то, в общем-то, неплохо Мы все там поднимаемся с колен Ползаем уже на четвереньках Угрозы международного терроризма Распространение экстремистской идеологии Какая экстремистская идеология? Какая идеология является экстремистской? Расскажите Об этом нигде не написано И никто об этом не говорит Ну, разве что оправдание там нацистской Германии, фашистской Италии Вот это все, что есть Все то, что они понимают под экстремизмом Но на самом деле сажают в тюрьму И устраивают судебные процессы, постыдные Просто против русских людей, которые имеют свое достоинство Поэтому нет никакого международного терроризма За террористами стоят вполне конкретные группировки Политические или там политэкономические Могут быть и целые государства Но, скорее всего, этого уже нет и никогда не будет Но нет никакого международного терроризма Есть просто террористические методы Преследования своих частных интересов Ну и в частности, есть интересы у группировки Путина Поэтому я думаю, что то, что называется международным терроризмом то и используются этой группировкой в своих собственных интересах. Навязываемые извне идеологические ценности и рецепты модернизации политической системы государства, это нам кто-то навязывает, усилили негативную реакцию общества на вызовы современности. Просто какой-то литературный нонсенс. Эти тенденции используются экстремистскими силами, вы скажите, какими, которые опирают в частности на искаженное толкование, о религиозных ценностях призывают к применению насильственных методов для достижения своих целей политическому международному и межрелигиозному соперничеству. Ну а вы, господин Путин, господин Лавров, не используете силовых методов для достижения своих целей, вы их используете широчайшим образом и считаете, что против вас не будут такие методы использоваться. Или то, что вам позволено, другим не должно быть позволено. Ну это же фельдкинограмма-то, зачем писать такой бред. Пчелы против меда выступают за эффективное системное взаимодействие государств без политизации и двойных стандартов, активно использующие возможности гражданского общества. Это у нас-то они используются. Прежде всего в целях предупреждения терроризма, экстремизма, противодействия распространению радикальных идей. Но самая радикальная идея – это ликвидация России и русских. И это идея Путина и Лаврова. Увеличиваются масштабы транснациональной организованной преступности, проникновение во властные структуры различных государств. У нас есть такие, у нас коррупционеры, изменники, предатели. Все вообще-то ими захвачено. Не проникновение, а уже оккупация. Эти структуры в Российской Федерации уже оккупированы. Но в данном случае это концепция международной политики, взгляд через забор. Вот там за рубежом, ну там все ужасно. А у нас-то что? Да у нас абсолютно все то же самое. Подлинное объединение усилий международного сообщества влечет за собой необходимость формирования целостных основ, основ, совместных действий с опорой на общий духовно-нравственный потенциал основных мировых религий. Какое вам дело до основных религий? Вы вообще-то в государстве живете. Ваше дело-то государственное решение. Религии обойдутся уж как-то сами по себе. Я не говорю даже о церквях. Религии живут без вашего ведома и будут жить. И вы ничего с этим не сделаете. Ничего. Вы слишком много на себя берете, желая регулировать мировые религии. И уже до этого дошло. А также такие принципы и понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство, свобода, ответственность, честность, милосердие, трудолюбие. То, чего вообще нет ни у вас, ни у вашей группировки, и что вы просто презираете и отрицаете на территории оккупированной вами Российской Федерации. Внешняя политика Российской Федерации является открытой, предсказуемой, характеризуется последовательностью, преемственностью, и отражает уникальную, сформированную веками роль России как уравновешивающего фактора в международных делах и развитии мировой цивилизации. Какое отношение вы, господин Путин и господин Лавров, имеете к векам российской государственности? Никакого. Вы ее самые вредоносные враги. Центром регулирования международных отношений и координации остается ООН, которая доказала свою безальтернативность. Ну и безнадежную недееспособность надо отметить. Об этом никто не пишет. Кризис ООН давно уже есть, но он не признается, в том числе и вот этими людьми. Видимо, им очень удобно жить в состоянии кризиса и его не признавать, чтобы никто тоже из нас его не заметил. Ну мы-то заметили. Обеспечение незыблемости ключевых положений, принципов устава ООН, в том числе, относящихся к итогам Второй мировой войны. Так вы и уже эти итоги все попрали тем, что вы всемирное укрепление потенциала ООН в целях рациональной адаптации к новым мировым реалиям при сохранении ее межгосударственной природы. Это вообще полная хинея. Границы СССР нарушены, внутренние границы нарушаются и разрушаются только так. Они уже остались в виде штрихопунктирной линии на карте. Суверенитет России сдан, Курильские острова сдаются, Шпицберген сдан, остров Тарабаров, большой уссурийский, часть его сданы. И о чем пишут все эти люди? То есть они сами себя опровергают реальной своей политикой. О чем они пишут? Они требуют противодействовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергнуть ревизии общепризнанные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, Декларации, принципы международного права. Вот, кстати, что такое общепризнанные принципы международного права? Я раньше не встречал, не знал, о чем они вообще говорят. Оказывается, это Устав ООН и Декларация о принципах международного права, который утвержден в 1970 году в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вообще-то это международные акты, они нас касаются в очень малой части. Так вот, это важнейшие международно-правовые нормы и принципы, такие как неприменение силы или угрозы силой. Это в международных отношениях, а во внутренних, видимо, можно. Мирное разрешение международных споров, уважение суверенитета государств и их территориальной ценности, право народов на самоопределение. Вот все общепризнанные принципы международного права. Других принципов оказывается и нет, ну, по крайней мере, у РФ и нет никакого другого понимания вот этих общепризнанных международных принципов. Вот только это. Ну, эти принципы не соблюдаются абсолютно никем. Тут говорится также о поддержке негосударственных субъектов, включая террористические, экстремистские организации. Ну, я думаю, что администрация Путина – это и есть экстремистская организация, и правильно было бы к ней применять международные санкции, только проку от этого нет никакого, потому что менять внутренних врагов на внешних нет никакого резона. Те оккупанты и эти оккупанты. Активизировать процесс международного правового оформления государственной границы Российской Федерации, а также границ морских пространств, в пределах которых Россия осуществляет суверенные права и юрисдикцию. Это означает продолжение сдачи национальных территорий России и тех территорий, которые находятся в морских границах и наземных территорий. Прямой намек на то, что они будут продолжать это делать. Дальше целая глава «Укрепление международной безопасности». Ее нет смысла ни цитировать, ни комментировать. Абсолютно пустая. Я тут даже ничего и не подчеркнул. Нет, вот что-то такое выписал. Пункт «Ж». Признавая, что терроризм невозможно победить только посредством военных и правоохранительных мер, Россия выступает за активное и эффективное использование в борьбе с терроризмом возможности институтов гражданского общества, то есть того, чего в Российской Федерации нет. Включая научные и образовательные организации, их тоже в Российской Федерации для этих целей не предусмотрено. Бизнес, сообщество. Ну, это может быть единственное, что есть. Есть религиозное объединение, неправительственные организации и средства массовой информации. Ну, средства массовой информации используются только как источник ложной информации, дезинформации, лжи и клеветы. Другой функции у них нет. И все остальное это просто невозможно. Назвать террористом и вот все. Дальше трави его. Это единственный принцип, который исповедует нынешняя российская власть. В том числе, называя террористическими структурами так называемого гражданского общества. Появляются организации, они объявляются террористическими, хотя никаких террористических целей не преследуют, никаких террористических актов не проводят. У нас террористическое названо движение «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». Вот так вот вам. Россия участвует в международном сотрудничестве по регулированию процессов миграции, по обеспечению прав трудящихся мигрантов, в том числе создание оптимальных форм и механизмов их интеграции в общество принимающей страны, установление условий предоставления гражданству, убежище от преследования отвергает использование миграционных процессов в политических целях. Не отвергает, а использует только в политических целях. Замещающая миграция имеет свою цель уничтожение коренных народов России. Это является главной изменнической целью правительства Путина и всей его кампании. Дальше вот ложь Российской Федерации здесь называется многонациональным и многоконфессиональным государством. Я уже сто раз, наверное, говорил, что такой формулировки нет ни в одном правовом документе. В Конституции говорится о многонациональном народе, а многоконфессиональном государстве вообще не говорится нигде. То есть никакого правового обоснования того, что Российская Федерация является многонациональным и многоконфессиональным государством, нет. Российская Федерация населена преимущественно русскими людьми, преимущественно православными людьми. Российская Федерация является православной и русской страной. Но государством она является никаким, оккупационным, ни многоконфессиональным, ни многонациональным. она не является, в принципе, не может являться по конституции Российской Федерации, как бы мы к ней не относились. И дальше вот тут фактически пишется об уничтожении российской идентичности, ну, коль как-то там монополия и так далее, поликультурализм, который вроде бы опровергнут уже всеми, но здесь вот в Российской Федерации этот поликультурализм, мультикультурализм, он живет и процветает как политическая доктрина. Вот, мы, кажется, в Российской Федерации имеем многовековой опыт гармоничного существования различных народов, ну, многовековой просто, этнических групп и вероисповеданий, этнических вероисповеданий, мы вот тут как раз гармонично так и не сосуществуют, способствует развитию идеолога и формированию партнерства между культурами, религиями, цивилизацией, в том числе в рамках ООН, других международных региональных организаций, поддерживает соответствующие инициативы гражданского общества, врут, ничего не поддерживает. Активно взаимодействует с Русской Православной Церковью и другими основными религиозными объединениями страны, но с чиновниками церковными взаимодействует с Православной Церковью, с Церковью Христовой никакого взаимодействия нет, более того, нынешняя российская власть является антиподом православной веры, и для любого верующего это должно быть ясно. Это наши враги, враги Христовой, веры Христовой, православие, и русского народа в целом, к каким бы верованиям русские люди не относились. Противодействует экстремизм, радикализация общественных настроений, это да, это да, русских подавляют геноцид русского народа. Нетерпимости, дискриминации, разделению по расам, этническому, конфессиональному, лингвистическому, культурному и иным признакам. Да, то есть Россия для всех, кроме русского народа. Это точно. Вот здесь саморазоблачение и их отказ от собственной идентичности у Российской Федерации. Глава Международного экономического и экологического сотрудничества. Ну, тут тоже почти ничего интересного. Россия, Российская Федерация вносит значительный вклад в обеспечение стабильности глобальной экономики и финансов. Значительный вклад грабит свой собственный народ и вносит вклад, значительный вклад в обеспечение стабильности глобальной экономики и финансов. Вот это одна из ключевых целей. Проболтались. Не национальный суверенитет, не развитие своего собственного государства, не создание условий независимости от внешних факторов, а поддержка глобальной экономики и финансов. Это является целью Российской Федерации, подписанного президентом Путиным. Российская Федерация выступает против искусственной политизации, природоохранной проблематики и ее использования для ограничения суверенитета государств в отношении их природных ресурсов, а также в целях недобросовестной конкуренции. Между тем, 10 лет назад подписан был Киотский протокол, который возможности для вмешательства в суверенитет российского государства предусматривал. Поэтому в одном месте пишут одно, а в другом месте принимают совершенно другое. Международное гуманитарное сотрудничество и права человека противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государства, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных правительств. Правительство у нас незаконное и правозащитные организации так называемые были этим правительством скуплены и фактически занимаются тем же, чем занимается и это правительство. Внешний и внутренний враг в этих структурах сплотились вместе. Защищать права и законные интересы собственников, проживающих за рубежом и на основе норм международного права и международных договоров Российской Федерации, признавая значительный вклад соотечественников в сохранение и распространение русского языка и российской культуры. Ну, во-первых, это ложь. Никакой поддержки соотечественникам от правительства Путина, как и Ельцина, не было оказано. Напротив, было сделано все, чтобы организации российских соотечественников были уничтожены. Ну, они и уничтожены. Да и нет, и не было никаких организаций российских соотечественников. Были какие-то клубы при посольствах. Ну, такие официозные и, в общем, не имеющие никакого влияния и бесперспективные. А уж то, что российской культуры не существует и никогда не существовало, это ясно любому вменяемому человеку. Русская культура существовала, культура коренных народов России существовала. А вот российская культура, распространение российской культуры, это цель абсолютно иллюзорная, потому что такой культуры нет. С точки зрения внешнего наблюдателя, российская культура может быть только антикультурой, бескультурой. Вот это, наверное, они и распространяют. способствовать консолидации соотечественников, проживающих за рубежом в целях более эффективного обеспечения ими своих прав в государствах проживания содействовать сохранению самобытности российской диаспоры и ее связи с исторической родиной, добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию все это русофобия, потому что нет никакой российской диаспоры диаспоры имеют свое собственное лицо российской диаспоры не существует русская диаспора есть у других народов, ну скажем там армянская диаспора за рубежом существует и на территории Российской Федерации существует но российской диаспоры не существует соответственно невозможно защитить и права и свободы может быть этот пункт написан именно для того, чтобы не делать вообще ничего но они и не делают никогда, не защищали соотечественников, никогда пишут они только о русском языке, о русском народе, о русских за рубежом они не пишут ничего, вообще нет ни строки об этом Русофобская докторина обещает развивать, то есть это 5-е и 10-е, уделяя особое внимание межрелигиозному диалогу, вот они за рубежом еще и межрелигиозный диалог организуют. Ну, видимо, встреча так называемого самозванца-патриарха с Папой Римки, наверное, тоже их рук дело, убедили, что это надо, надо для реализации целей внешней политики РФИ. Россия отставит право каждого человека на доступ к объективной информации о событиях в мире, а также различным точкам зрения на эти события. Ясно, что это не так, это ложь. Россия будет расширять стратегическое взаимодействие с Республикой Беларусь в рамках союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах. Это ложь, нет союзного государства, оно уничтожено руками Путина, никаких интеграционных процессов нет и не предвидится. Россия работает над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, укреплением содружества в качестве влиятельной региональной организации. Это ложь, от СНГ фактически остались рожки до ножки. И коль скоро в рамках СНГ нет задачи воссоединения, не то что интеграции, это вообще глупое слово, воссоединение страны, то СНГ это просто лишняя структура. Ее, я думаю, русская власть просто распустит за ненадобностью. А какие-то интеграционные комитеты, комитеты по воссоединению страны будут созданы и будет предложена программа сближения постсоветских государств и тех, которые нам более всего ценны. Мы будем приглашать к воссоединению. Такая задача никогда не ставилась. Никто нам не нужен, им не нужен, точнее нам нужен. Нам нужно воссоединение русского народа, восстановление его потенциала. Ну, дальше опять огромная страница пустого текста. Реверансы в адрес Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, это уже фактически умершие организации, всегда противодействовавшие России, всегда выступающие против интересов русского народа. Эти организации давно следовало бы распустить или просто Россия должна их покинуть. Но продолжают делать реверансы в их сторону, пишут о том, что пытаются тут какие-то злобные силы политизировать международные взаимодействия в каком-то регионе, в Арктике. Да, в общем, все международное взаимодействие, оно и представляет собой политику, чего политизировать. И есть, собственно, политика. Пустые-пустые страницы, не о чем говорить. Вот по поводу Сирии Россия поддержит единство, независимость и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, как светского, демократического, плюралистического государства. Какое ваше собачье дело? Это дело сирийского народа. Так вот, светского, демократического, плюралистического государства, представители всех конфессиональных групп которого, будут жить в мире, в безопасности и пользоваться равными правами и возможностями. Абсолютные благоглупости, никаких не вскрывается причин, и перспектив Сирийской войны просто пустые строчки. Последнее, что тут я опечатки нахожу, правительственный документ с опечатками, это круто, конечно. Вот и все, вот и вся международная политика, утвержденная указом Путина. Это политика уничтожения России, предательства ее национальных интересов, уничтожения суверенитета и тотальная русофобия. Вот с чем мы сталкиваемся, когда анализируем даже официальные документы, где стараются не пробалтываться, но все-таки пробалтываются о том, что Россия не для русских. Русских за рубежом эта власть не видит и не желает их поддерживать, они придумывают российскую нацию, продолжают настаивать на том, что русские должны превратиться в россиян, то есть исчезнуть вместе со своей культурой, историческим опытом, своим правом на государство, свое национальное государство. Это русофобская доктрина, совершенно отчетливо и ясно написанная, но не во всей полноте. Если бы они высказали реально те цели, которые они преследуют, ну, наверное, бы просто весь мир бы поразился, а русские, как вот Салтыков-Щедрин стоял, какие бунтари, вот как встали на коленях перед губернаторским домом, так и стоят целый день на коленях, какие бунтовщики. Вот, видимо, нам не хватает этого бунтарского духа, который был в нашем народе против нечестивой власти, враждебной власти, против нечестивой власти. Ну, не хватает этого потенциала, поэтому мы никак не можем ее сменить, и даже когда нам плюют в лицо, подписывают вот такие доктрины, мы как-то не можем сорганизоваться, чтобы двинуться против этой власти. Да, хотелось бы не насильственными методами, но она-то против нас принимает насильственные методы, а кто у нас вообще насильственными методами может действовать? Но только те, кто вооружены, как мы с голыми руками, насильственными действиями против вооруженной полиции, вооруженной армии, вооруженной даже уже танками и самолетами, так называемой национальной гвардии преступной организации, против них мы так сейчас выйдем, такие сейчас насилие, кулаками всех забьем. Чепуха это не может быть. Насилие может осуществляться в Российской Федерации или в какой-либо другой стране только вооруженными людьми. У нас народ что, вооружен что ли, танками и самолетами? Нет, не вооружен. Поэтому народ в принципе может действовать только ненасильственными методами. Только ненасильственными методами. И поэтому наш призыв ненасильственными методами сместить эту власть и взять в руки оружие вполне официально, так как положено гражданину. Гражданин это вооруженный человек, а не гражданин не имеет права владеть оружием. Это общий исторический принцип. Но взять это оружие можно только официально, когда государственная власть сменится и установит другие нормы владения оружием. И русские люди будут контролировать и армию, и национальную гвардию. Это будет нечто другое, чем сейчас. Не просто спецназ Путина по уничтожению русской нации. Русские люди будут вооружены, все будут вооружены, как я предполагаю. И я надеюсь, что в международных отношениях у нас совсем другие принципы будут действовать. Там будет действительно действовать народная дипломатия, там будут использоваться институты гражданского общества, русские организации, которые возникнут. Их сейчас практически не осталось. И они будут вести честный диалог с другими неправительственными организациями. А русская дипломатия не будет имитировать деятельность, не будет местом для отсиживания золотой молодежи и политических пенсионеров. А будет действенным инструментом, который прекратит то постыдное существование в международных делах, которое сейчас Российская Федерация имеет. Россия – русскую власть.